Видаем вас, шановное сподарство. Сегодня я разом со сподаром Шаром Котом. Вы решили связаться с Капи, Кэп, поразмовлять и поднять некоторые важные темы. Зразумевало, что для Беларуси. На початку я хотел бы, Кэп, мои подписчики, они, заразумели, кто такие сподар Шарикот. Коли ласково, расповедите о себе. Я веду политический, социально-политический даже, так бы сказал, блог на Ютюбе. И уже, ну как бы канал, он довольно старый, но конкретно заниматься этой темой я стал вот с тунецких протестов. Именно вот социально-политическим стал канал полностью. Там до этого есть видео по ремонту нетбука, там потом какое-то там связано с электроникой. Но это как бы такое нерегулярное, и я тогда занимался больше, ну просто репостил другие статьи в соцсетях. То есть я не занимался развитием канала. Конкретно сподвигло меня сделать канал, это отсутствие информации. То есть мы помним в 17-м году, когда были тунецкие марши, появилось много новых блогеров. Общество забурлило, но потом уже ближе к концу, там 25-му и после, возникла такая ситуация, что повязали множество активистов, блогеров, и как бы информация в регионах, например, по мероприятиям, она нигде не появлялась. Например, про второй тунецкий марш в Орше 26 марта 2017 года не было никакой информации. То есть кто об этом знал, тот знал. А все каналы, которые написали даже о 12 марта, они уже про 26-е не писали. Я понял, что надо что-то делать. То есть я вообще ожидал, что 17-й год он принесет освобождение, может даже Беларуси. То есть народ поднимется и будет что-то типа как в Армении. Будет нарастать, нарастать, и в итоге как бы лысую резину мы сменим. Но получилось все печально, трагически. С одной стороны, власть пошла на небольшой уступок, они заморозили немножко тунеядский декрет, чтобы народ так сильно не бурлил. А с другой стороны, они показали силу как бы кнутом и пряникам. И после этого все спало на нет. И сейчас мы видим, к чему это привело. Декрет один работает, и всем пофиг, никто не готов выходить. В 18-м году, 1 мая, профсоюзы свободные попытались в Киевском сквере устроить разрешенный митинг. Пришло человек 200, остальным, видимо, пофиг. Даже на разрешенный. Ну и дальше как бы покатилось. Я сначала думал, что политика будет только эпизодически, когда, например, мероприятие типа День Воли, Чернобыльский шляхт, Деды, что-нибудь еще. Остальное время, целый год канал будет простаивать, надо снимать там что-то еще. Обзоры посылок с Алиэкспресса, какие-нибудь поездки куда-то в разные части Беларуси. Поэтому надо было придумать некое такое нейтральное название. Я не стал делать название типа Политобзор или Политическая Беларусь или что-то такое. Я решил придумать нейтральное название какое-то. Такое название Серый Кот подвернулось. Это как бы такой канал с таким названием может видео публиковать обо всем. То есть там может быть и о природе, и о чем-то еще, и о погоде, и о чем угодно. Оно совершенно нейтральное и достаточно дружелюбное как бы их пользоваться. Поэтому так вот название и осталось. Просто многие мне вообще задают вопрос сейчас. Почему Серый Кот? Там пытаются это связать с повстанческой армией Витушка в Украине, там, да, Серым Котом или чем-то еще. То есть понимаете, как вот люди пытаются искать смысл там, где его нет. То есть каждый в меру своей извращенности видит по-своему. Хотя на самом деле никакого смысла абсолютно в этом нет. Просто вот Серый Кот и все. А вот так само есть питание. Мы с вами час по час, бывая, разговариваем на белорусской мове. И вы используете белорусскую мову в творчестве, в ютуб-контенте? В творчестве и в ютуб-контенте вы используете, но в жизни не используете белорусскую мову. Ну, так вот отбылось, что я живу в Орше и я живу в русском мовном асероди. То есть у вас вспоминает только то, что у вас российском мовном асероди? Нет, не только. Это просто было как бы таким стартом. То есть, ну, всю жизнь я разговаривал на русском языке. Только вот когда начал заниматься политической деятельностью, я столкнулся с людьми, которые реально вообще на белорусской мове разговаривают. То есть до этого я таких не встречал в живых. Ну, там где-то бывало, там, ну, на уроках, там, да. Но в реальной жизни, чтобы люди разговаривали на белорусской мове, я просто не встречал. Ну, тут как бы регионы... Это к чему я сказал? Что этот регион как бы считается одним из таких наиболее русскоязычных. То есть тут, например, в транспорте единственный регион, где не объявляют вообще на белорусской мове ничего. То есть, ну, тут есть вывески, но это... Тут все очень плохо. В сравнении, например, там, с Западной Белоруссией, с некоторыми регионами. То есть это как бы, чтобы понятно было, бэкграунд. Плюс, где еще мы находимся? То есть, например, вот Орша, Барань, Болбасово, вот этот узел. Болбасово находился полк стратегической авиации в советские времена. То есть там стоял полк российских военных, и потомки их как бы и сейчас там живут. То есть это сейчас просто ремонтный завод, там нет уже войск с 94-го или 95-го года. Но тем не менее, как бы, там очень сильны просоветские, пророссийские настроения. Другие места, вот Крупки, например, я тоже был, там тоже военная часть, там тоже очень ватное настроение в целом. Поэтому так вот как бы сложилось. Сейчас иногда в некоторых видео я использую. Конечно, как бы все белорусы, которые учились в школе, они проходили белорусскую мову, как бы знают, понимают, читают. Но в жизни достаточно редко, потому что, понимаешь, когда 30 лет прожил и говорил все время на русском языке, просто взять, вот так щелкнуть и сказать, что все, теперь белорусском мову внезапно стал, это невозможно. Иногда некоторые видео у меня есть, то есть вот в формате белорусско-украинских посиденек мы пытаемся, вот я и Сайгон пытаемся там использовать белорусскую мову для разнообразия. А в остальном видео использую русский язык, и тут еще есть несколько моментов. Мне многие часто тоже говорили, что типа вот, не делать ли тебе видео там на белорусской мове и прочее, как бы надо там работать и прочее. Я говорю, что ребят, смотрите, нам, я в первую очередь вижу ситуацию так, нам надо работать с русскоязычной аудиторией. То есть смотрите, те, кто в наше время, вот сейчас в Беларуси, разговляет на белорусской мове все время, это как бы уже сведомые люди, им как бы ничего объяснять не надо. Если человек выбрал такой путь, то он уже как бы понимает, зачем он это делает. Но у нас огромное количество ваты, и эта вата, если ты им начнешь что-то говорить, они просто, ну их сам факт, из-за того, что ты по белорусски говоришь, ты уже для них враг, ты как бы чужой. И они считают, что ну тебя там в детстве покусал Зенон Базняк, и как бы с тобой все понятно. Но они не готовы так же перейти, то есть для них это чужие ценности. И вот люди там, слесари Васи, которые не понимают, зачем нужны какие-то куропаты, почему там вокруг них суетятся, зачем надо режим какой-то свергать. Ну пусть Лукашенко добавит 50 рублей к зарплате, и все, и мы будем опять его любить. И вот что надо сделать, его надо просто вынудить, добавить немножко зарплаты, и все. А все остальное там, ну херня, эти какие-то заводы там в Бресте, ну построить завод, ну и ладно. Ну и что, мы живем там не в Бресте, а через 100 километров, нас травить никто не будет. Они не думают, что завтра у них могут построить завод, или про какие-то репрессии там. Это для них ничего не значит. Для них значит их конкретная жизнь. Сколько бутылок водки они могут купить в месяц дополнительно. Если им, например, Путин скажет, что присоединение Беларуси к России увеличит там зарплату на 100 рублей, то я думаю, что огромное количество людей скажут, что так и неплохо было присоединяться. И ты им не объяснишь, что, ну ребята, это же диктатура, Путин это же там паскуда такая, он там в Украине воюет, он там вообще в Сирии воюет, что если мы присоединимся, мы потеряем свою независимость, там идентичность, нас превратят там не знаю в кого, в говно какое-то. Для них это ничего не значит. Они скажут, ну что, нас как бы это не интересует. Для нас суверенитет это только наша жизнь. То есть это люди живут чисто физиологическими многие потребностями, для них духовное это мало что значит. Не, ну конечно, большое количество там есть православных атеистов, типа как Лукашенко, которые как бы считают, что они дофига какие верующие, а вы там и еретики, и поганые, там за какую-то автокефалию топите, нахрен вам надо это автокефалия. И такие вещи, когда ты им говоришь, что, например, у нас митрополит наш не гражданин в Беларуси, и он считает, что белорусская мова в церкви не надо. Или, например, что у нас министры огромное количество тоже, там министры МВД, например, с 99-го года все родились за пределами. То есть для них это ничего вообще не значит, какая разница. Так что такое дело, я считаю, что в первую очередь надо работать с русскоязычной аудиторией. Плюс ты вот слышал, наверное, буквально недавно вышла новость, что Google не монетизирует там видео на белорусской мове, на татарской, на башкирской. То есть это убиваешь теги в видео, когда пишешь описание, то есть я использую вещи такие, типа, как плагин vidIQ, которые показывают, там, сколько баллов SEO добавляет, там, такой-то, такой-то тег. То есть названия, например, на белорусской мове, они гораздо меньше котируются, потому что аудитория, поэтому очень много разных факторов. Почему я больше использую русский язык? Потому что тут много факторов. Тут и SEO оптимизация, и размах аудитории, то есть и украинцы, и казахи смотрят. Например, казах смотрит видео, вот когда наши посиденьки идут, там, или какой-нибудь башкир, и ему, ну, непонятно реально, там, когда по-украински, там, по-белорусски говорят, он не совсем понимает. Ему лучше было описать на русском языке, он бы тогда больше понял содержание разговора. Но в тот же час я заваживал таки мовын, что именно это люди, які працуют в музее, и они затыкаются с историей, культурой, и они белорусской мовные. Но, как правило, если они уже те российские мовные более, то працуют именно это на белорусской мове. Вот такой мовын. И я пришел в этое заключение, что, как люди стали белорусской мовными, как выбирали этот шлях, треба просто элементарно популяризировать белорусскую культуру, историю. И причем не просто вось сухими фактами, а не как тякава, а вось як наш грунт. Это вельми круто сделано, там шмат людей приходят, и им тякава, саправды. Потому что можно побачить на властной воши, как это отбывалось в середневечии. Наконт контента на белорусской мове. Саправды, недавно мы усе побачили вось такую сумную новину, что наш сподар Франок Вечорка, и он шмат разу взвертался до того же Гугла, как они дозволили просовывать элементарно платную рекламу на белорусской мове. И они ему одним словом сказали «шкендёхай». И они подлумашили, что им экономично невыгодно, як это любите казать в России. А по сути, ничего к этому доброго нема, потому что по сути белорусской мовных может быть и не шмат. Але белорусы, які у один час российской мовные, але они любят поглядеть в виде на белорусской мове, их таксанно нема. Я заважаю, что когда на улице подысти до российской мовного белоруса, и пожать им размуляться на белорусской мове, то он будет спрабывать над россиянцей отказывать. Я такое сострокаю и у крамах, я такое сострокаю усюда. У той же чат рулецы, саправды, спрабуюсь отказывать на белорусской мове. Тобак, по сути, что отбывается? Что люди не супраць, я меркую, каля докладно сказать, белорусы не супраць белорусской мовы. Просто есть неуполненность у себе, что а ось там хтось не зрозумеет, а ось нема аточэне, а ось нема контента, нема рекламы, нема баню, нема кино, нема роликов, клипау. И тому есть такий старотип, каля их така нема, значит, ну я не буду, а чоку я буду выделяться. Хотя, как сама показывает практика, что чем боле створать на родной мове контенту, есть, ну я такий старотип, что каля нема ни контенту, ни рекламы, ни надписов на белорусской мове о дастковой колькости, то, значит, ну и немае сенсу размовлять, хотя гэта не так. Я на два раза уважаю, что каля цікавица у людей, які белорусскую мовуны, чому я не перешли на белорусскую мову, завсюду можно пачуть, что хтось ті пачу в белорусскую мовну горд, як співая, ему спадабалася, хтось ті просто пачу, як хтось ті інша размовляя на белорусской мові, ему так сама гэта спадабалася. Йось блогеры белорусскую мовуны навод, у яких там нежмат подписчиков, там 100 подписчиков, 700, их никто не ведая, але а те, хто ведуюсь, яны захапляюцца іми, тому што белорусская мова, яна саправдым милагушна, яна гушыць вельмі файна. Плюс гэта нешта родная. Вось, што сама цікавая, российская мова, яна успрымаецца навод мною, як нешта такое, сродок коммуникації, а белорусская мова кэта нешта, ну, до серця. Ну, к счастью, тренд уже намечається, уже последние годы как бы увеличивается количество, вообще мода такая на белорусскую мову там, і переименовувають нікатрі компанії названня, іспользують в рекламі, да, і все правильно. Надо поддерживать блогеров таких, поэтому подписывайтесь вот на канал. Всеслава, да. Ну, ось, як вынік, я хочу, ось, усіх тых людзей, які будуть глядзеть гэта виды, заклікаць робіць і патрымліваць белорускамовный контэнт, табук і патрымлівць його, глядзеть, і так сама створаць. Так сама, ось, заклікаю людзей белорусов, і не толькі белорусов, дарэччы, не баяцца размавляць по-белоруску, тому шта минута, калі вы размавляець, вы ў гэты момента, вы яе аховуеце, а гэта великая справа. Так сама, заклікаю, не баяцца робіць свої прээкты, творайте бізнес, так сама, развивайте сві прээкты, не бойціся. Само акаловна гэта зробіць крокку перат, і просто не сварашиваць назад.